Дорогие вайшнавы, мы продолжаем с вами изучать Шриши Панишат с комментариями и его божественной милости Бхактивиданта с вами Шрига Прабхупады. И сегодня у нас тринадцатая мантра. Аньят Ивахух Самбават, Аньят Ахур Асамбават, Итишуш Румат Хиранам, Янастат Вичачак Шрире. Шрига Прабхупада так переводит эту мантру. Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это. То есть такое различие, что тхиры объясняют, что если поклоняться по-настоящему Богу, Самбути, то это приносит один результат. А если поклоняться Асамбути, то есть не Богу, Богу-богам, мнимым Богам, каким-то странным представлением о Боге, то это приносит другой результат. Люди останутся в этом мире. Может, кому-то и нормально остаться в этом мире, но для тех людей, которые стремятся к какому-то духовному совершенству, к Даршину Господу, для них очень важно действительно продвигаться. Для них очень важно понять, кому правильно поклоняться. Как правильно поклоняться? И вот те, кто поклоняются Богу, они получают, там говорится, вечное счастье. Шила Праупада скажет об этом в конце комментарии. Вот они блаженство трансцендентное получают. А те, кто не поклоняются, а поклоняются кому-то из этого мира, они, соответственно, ничего такого не получают. Комментарии Шила Праупады я разделил на 8 частей. Длинный комментарий, много всего интересного, полезного для нас. И весь этот комментарий можно, ну так вот, к одной мысли свести. Что все пути ведут к разным целям. Вот главная идея, которую Шила Праупада развивает в этом комментарии, что есть такое представление, что сколько матхов, тату-матх, тату-патх, в каждом матхе свой путь, все равны, все как бы придут к одному. То есть вы так поклоняетесь, мы так поклоняемся. Вы это делаете, вы это делаете, мы все будем в одном месте. Встретимся, друг, встретимся в одном месте у Бога. И Шила Праупада против этой теории, против этой теории и заявляет это на основании этого стиха. Тхиры говорят, что не все пути приводят к одной цели. Те, кто поклоняется Богу, приходят к Богу. Один результат. Те, кто поклоняется не Богу, приходят к другое место. Вот кто распространяет эту идею, что все пути приводят к одному результату. Кому это выгодно и интересно? Вот почему? Что привлекательного в этой идее? Не надо стараться. Что хочешь, то и делай. Не следовать традиции. То есть можно придумывать свои пути, что и вы молодцы, и вы хороши, и вот это правильно, и вот это правильно. И я тогда, если я так говорю, то я становлюсь для всех вас хорошим человеком. То есть, если вы хотите для всех быть хорошим человеком, надо говорить, что все правы. И сразу рейтинг у вас поднимется. Скажет, о, какой человек, во всем разбирается. Вот чуткий какой. Но Тхира, Тхира говорит о другом. Говорит, нет, не все одинаковые. Тхиру не привлекает, как сказать, что его не привлекает. Ничего в этом мире не привлекает. Ни слава, ни какие-то материальные блага. У него нет повода. И у него нет повода обманывать других людей. Он может сказать так, как оно есть. И вот он говорит, все в разные места попадают. Это то, о чем комментарии, если так полностью обзор сделать. И первая часть этого комментария. Тхиры, если у вас не открывается файл, ничего страшного. Потом откроется, когда домой придете. Можете писать, можете не писать. У вас уже все эти пункты есть. Тхиры, те, кто знают шастры, утверждают, что поклонение полубогам и поклонение Богу приносит различный результат. Это первое утверждение. И Шила Прабхупада цитирует Бхагавадгиту, 9 главу, 25 стих. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющийся предкам отправляется к предкам. Те, кто поклоняется духам, или духам. Те, кто поклоняется духам, рождаются на фабрике. Красная заря. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняются мне, будут жить со мной. То есть на основании этого текста Шила Прабхупада утверждает, что шастры как раз Бхагавадгита утверждают, что разный результат будет. Если вдруг кто-то у вас спросит, все пути идут в одном направлении, то вы можете как раз цитировать эту школку из Бхагавадгиты и авторитетно утверждать, что это не так. Вторая часть комментариев. Самозванные гуру, те, кто не основываются на шастрах, утверждают, что любой путь приводит к одному результату. То есть самозванные гуру – это те гуру, которым, знаете, просто откровение пришло из сердца. Ну, они вышли за хлебом в магазин, на улицу, и тут их озарило. И у них, знаете, пошло. Вот разговор с Богом пошел. Они стали записывать. У них появилось прям, знаете, новое откровение – разговоры с Богом. И вот они на шастры… Ну, зачем нам какие-то старые шастры? У нас уже есть новые шастры. Мои личные разговоры с Богом. И такие люди утверждают, что любой путь приводит к одному и тому же результату. Шилла Прабхупада пишет в комментарии. «Глупые теории такого рода выдвигают самозваные духовно учителя, не принадлежащие к парампоре – истинной цепи ученической преемственности. Истинный духовно учитель не станет утверждать, что все пути ведут к одной цели, и что этой цели может достичь любой, независимо от того, как и кому он поклоняется – полубогам, Всевышнему или кому-нибудь еще. «Любому нормальному человеку нетрудно понять, что, садясь на поезд, он доедет только до того места, до которого он купил билет. Человек, купивший билет до Калькутты, сможет приехать в Калькутту, но никак не в Бомбей. Но люди, выдающие себя за духовных учителей, проповедуют, что любой путь приведет человека к высшей цели. Эти дешевые мирские обещания привлекают множество глупых созданий, которые гордятся своими доморощенными методами и духовного самоосознания». Доморощенный – такое слово классное. То есть дома растили. То есть люди через откровения, через шастры получают, надо повторять Харе Кришна мантру. Вот так ее нужно повторять. Столько кругов. То есть есть система, есть традиция, проверенная тысячелетиями. Все выверено. И какой-то человек дома в горшочке, как раз в саду, вот навтыкал туда каких-то мантр, поливает это все, растит. И у него что-то там получается. И он говорит, вот новый метод. Вот бразильская система. Однако веды не одобряют. Веды не одобряют вот такие доморощенные методы. Тот, кто не получил знания от истинного духовного учителя, принадлежащего к признанной цепи ученической преемственности, не сможет добиться никаких ощутимых результатов. Никаких ощутимых результатов. То есть, если так понаблюдать за Кришнаитами, ну так, или за другими какими-то духовными традициями, то, ну что там есть? Там есть какая-то одежда, да? Есть какая-то одежда, есть какие-то ритуалы, есть какие-то мантры, которые люди повторяют. Все понятно. Все понятно. Сейчас я тоже сделаю свою религию. Вот мы будем носить дуршлаг на голове. Почему нет? Как бы у нас вот так. И у нас будут свои заповеди. Вот заповеди, ну сейчас придумаем. Семен Семенович, давайте придумаем заповеди. Это не проблема. Раз, и придумали заповеди. Ничем не хуже, чем эти. То есть раз-раз люди что-то набрали, но это как старик Хатабыч, помните? В детстве сказку. Ну, кто помнит детство. Когда он сделал для Вольки телефон. Помните, он сделал телефон из чистого золота. И Волька пытаясь позвонить. Раньше были, ну, вот вместо телефонов были вот эти вот большие автоматы. И Волька пыталась туда две копейки. Ну, надо, ну, как бы заплатить, потом звонить. И он туда две копейки. Он говорит, а куда здесь, где здесь щелочка для, ну, двух копеек? И Хатабыч гордо заявил, никаких щелочек. Чистое золото. Все было супер, только это не работало. Поэтому, когда люди вроде те же какие-то шляпы, какие-то вот там дуршаки, какие-то мантры, какие-то ритуалы. Ну, все вроде как у всех, да? Но одна проблема, вот, не работает. Оно не работает. Вот такая вещь. Я помню, когда, ну, пересекался так близко с экстрасенсами. Видели экстрасенсов? Они слышат, они видят, они чувствуют. И вот поразительная вещь. То, что чувствует один экстрасенс, другой совершенно не чувствует. И ты приходишь, у меня был когда период, ну, там надо было, там, как сказать, проходить через процессы определенные, лечиться, там вот все. Я ходил к экстрасенсам, и они снимали. Вот приходишь к экстрасенсу, он все снимает вообще. Все вообще снимает. Деньги, нет, бесплатно. Снимает всю порчу, всю вот эту негативную, все вот так вот, раз, и ты чист. Говорит, ну, ты сияешь просто, как солнце. Приходишь к другому экстрасенсу, говорит, ой, батенька, тебя надо чистить. Я говорю, подождите, у меня только что вот, ну, говорит, это не то все, это не то. Я говорю, ребята, ну, вы договоритесь между собой. Они все что-то видят там, как-то видят. И вот главное, они все видят что-то свое. Вот это проблема. И они все от чего-то своего там чистят. Все как-то могут присесть на уши, вот, объяснить всю татву, вот, все так правдоподобно. И все прям, ну, вы чувствуете, как вам стало лучше? О, чувствую. Вот, приходишь к другому, уже не чувствуешь, потому что тебя, вот, да. И мы ездили раньше нашим Ашимом на фестиваль эзотерический, и кормили их там просадом несколько лет подряд. Вот, и так забавно вообще было на это смотреть, на их практики, они там вот как-то. И вот каждый со своей, вот то, что называет Шиха Пропада, доморощенной практикой, каждый что-то свое такое новое, ну, как бы, откровение какое-то. И еще любят, ну, это первая мысль, которая мне пришла по этому поводу, вторая, это я вспомнил, как Гуру Махараши свои книги «Путешествия домой» описывает, как, когда он отправлялся в это путешествие, в поисках своего пути, у него была изначальная идея в том, чтобы изучить все вот эти направления и как бы сделать что-то, ну, как бы взять суть, да, от всего, да, и сделать что-то вот такое прям сутевое. Вот, самое-самое, вот, самое работающее. На самом деле, это распространенная была идея тех времен, нью-эйдж, вот эта вся вот эзотерика, она все про это, что вот те дикари не додумали ничего, да, а мы сейчас все возьмем, всю луху уберем, а самое главное раз, и она будет работать. И вот в поисках, то есть он встречался с разными людьми, учился у тех, у этих, с йогами, в разных монастырях. И он говорит, он пишет в этой книге, говорит, я пришел к выводу, что вот эта идея сделать что-то свое, она не рабочая. Что вот каких-то результатов люди достигали только в том случае, если они посвящали себя целиком какой-то, ну, какой-то школе, то есть какому-то направлению. А все люди, которые пытаются вот это с этим критическим путем идти, то есть отовсюду всего набрать и сделать какой-то винегрет, то они по факту никаких, никакого успеха не достигали. И у нас уже есть критерии, как понять, есть успех или нет. По каким критериям мы можем понять? Ишипанишат, что нам говорит? Сердце. Нет чепуха, никакое не сердце. Ишипанишат, что нам говорит? Качество, качество. Вот, качество есть? Есть. Значит, все нормально. Нет качеств, нет, ухудшается качество. А видья, да, все, значит, что бы ты там ни делал, в какой бы шляпе ни ходил, с какой бы бородой вьющейся, все это ерунда. Вот, это по поводу вот этого кусочка, комментария Шива Прабхупады, что люди не основываются на шастрах, придумывают что-то свое. Но вот эти все вещи не работают. Человек не может достичь трансцендентного успеха, если он что-то придумал свое. Третья часть, комментария. Понять шастру можно только через ученическую преемственность, проявляя смирение и преданность Господу. То есть, окей, то есть первая часть говорит, что духовный учитель, истинный тхира, он знает шастру, откуда он знает шастру, он получил это по цепи ученической преемственности. Он говорит, что все разные, полубогие, кто полубогам поклоняется, к ним попадает и так далее. Вторая часть комментария, что доморощенные, гуру, они на шастру не опираются, и для них все одинаково. Каждый придумает что-то свое. А как можно понять шастру? Как можно стать вот таким тхирой, который понимает эти вещи? И Шила Прабхупада объясняет в этой части, что две вещи нужны. К этому времени, когда Господь Шикришна пришел в этот мир, принципы Бхакти-йоги, сформулированные в Бхагавадгите, были сильно искажены. Поэтому Господь должен был восстановить цепь ученической преемственности. И его первым учеником стал Аржуна, самый близкий друг и преданный Господа. Кришна прямо сказал Аржуне, что тот смог понять принципы Гиты только потому, что был его преданным и другом. Этого стиха уже прошли, да? Бхакта-Исакха. Иначе говоря, не будучи преданным, вам объяснили, что значит Бхакта-Исакха, да? Третий стих 4 главы проходили? Объяснили, что значит, что ты мой Бхакта-Исакха? Вот что это означает? То есть два важных момента, с одной стороны. А первое, что Сахха или Бхакта? Бхакта. То есть первое, это я слуга, ты господин, соответственно, в смиренном состоянии я слушаю. Я еще дам небольшой комментарий к этому моменту. То есть когда вы приходите учителю музыки, учитель музыки, там какой-то гениальный композитор, вот вы приходите к нему, вы вообще не умеете играть. Вы можете с ним дружить? На основе музыки? На другой, да. На основе музыки. Вы можете? Вы можете понять вот это вот, он так вот раз, и вы говорите, да, мощно. Вы даже понять не можете, что это мощно. Как вот на санскрите вам поэзию читают, Бхагава там, это же поэзия, и что? И ничего. Мы не понимаем ни язык, ни поэзию, ни то, что там эта буква повторяется несколько раз, и это красиво. Мы просто не понимаем. Поэтому, знаете, обсудить с нами красоту санскритского текста или какое-то гениальное произведение, ну, бессмысленно, правильно? Но когда вы сдали бакта этого учителя музыки, выучили ноты, потом еще что-то освоили, этот собачий вальс, уже сыграли первые эмоции, что у меня получается, и прошло 10-20 лет, и в конце концов вы стали понимать какие-то вещи в музыке, то есть основа теперь для вам для общения? Дружеского. Не только как наставник такой, да? Уже можно что-то обсудить, он скажет, слушай, а ты вот, а как тебе вот это произведение? Да, классно. А если вот сюда добавить? Точно. Если сюда добавить еще, вообще будет супер. Поэтому вот эта вот сакья, она приходит, когда у человека уже что-то появилось в сознании Кришны. И вот когда вот это уже есть, тогда возможно еще, тогда этот композитор будет открывать какие-то еще более сокровенные вещи, о которых он не мог вначале сказать. Ну то, что он не говорил, ему жалко, но просто он может и говорил, но нам это, ну, что говорил, что не говорил. Вот такая интересная, ну, деталь. Итак, чтобы понять Бхагавадгиту, как минимум, нужно начать, чтобы стать Бхактой. Иначе говоря, не будучи преданным и другом Господа, невозможно понять Бхагавадгиту. Из этого также следует, что понять Бхагавадгиту могут только те, кто идет по стопам Арджуны. Сейчас многие люди, которым нет никакого дела ни до Арджуны, ни до Господа Кришны, берутся переводить и интерпретировать этот возвышенный диалог. О ком идет речь, догадайтесь. Посмотрите. Сейчас многие люди, которые нет никакого дела ни до Арджуны, ни до Господа Кришны, берутся переводить и интерпретировать этот возвышенный диалог. Они по-своему объясняют стихи Бхагавадгиты и, прикрываясь авторитетом этого священного Писания, выдвигают самые нелепые идеи. Гьяни. Ну, ладно, не будем в Индии произносить эти имена, но вы все догадались. В таком идет речь. То есть политики, какие-то гуру, они, так как Бхагавадгита очень популярна, в Индии люди верят в Бхагавадгите, им нет никакого дела до Кришны, до Арджуны, до преданности. Они не преданы. Они просто используют эти тексты для того, чтобы поддержать свои, Шивопрабхады говорит, нелепые идеи. Но так невозможно понять шастру. Поэтому, так как они шастру не понимают, то они говорят, что все пути ведут к одной цели. Вот такая интересная штука. И, соответственно, эта часть, она говорит, что если вы хотите понять шастру, или вы хотите найти человека, который знает истину, нужно, чтобы этот человек был преданный и основывался на священном писании. То есть, миренно получил это священное писание по ученической преемственности. Преданный и ученической преемственности. Если этого нет, человек шастру не знает. Вот. Следующий момент. Четвертый. Шастра, в частности, Бхагавадгита утверждает, что поклонение полубогам лишено смысла. Это то, что нужно оставить. Тут возникал недавно вопрос. Может ли преданный поклоняться полубогам? Великим полубогам. И вот, Бхагавадгита цитирует Шилопраупада, 7 глава, 20 и 23 текст, говорит, что этого делать не надо. Ну, то есть, люди это делают, вот, но кто они и чего они получают, мы сейчас узнаем. Камайста истар хритагена прападьян тэнья деватах там-там ниямам астая пракрития ниятах своя. Те же, кого материальные желания лишили разума, смотрите, как звучит, камась та истар хритагена хритагена означает, камасья, кама, значит, желания материальные, разнообразные материальные желания, хритагена, у них отняла знания. Материальные желания отняла знания, поэтому они не соображают, кому и зачем нужно обращаться. Очень классическая такая, типичная ситуация. Вроде сидишь, понимаешь, вот понимаешь, что-то против, да? Пока еще я там расскажу, может вопрос пройдет. Вот сижу, никого не трогаю, понимаю, понимаю, что надо вести себя приличное, все-таки мы преданные. Вот, не мартышки, мартышки там прыгают, и это понятно, мы как бы преданные. И тут появляется пост, да, у нас пост был вчера, пост, мы постимся, все нормально, и тут появляется этот, гуава, амрут, раз появляется такая желтая, не вот эти вот зеленые, такие побитые, а реально вот пахнет хорошо, вот сладенькая такая, даже без черной соли можно ее есть, и так нормально. Вот она появляется перед нами, и в этот момент очень хочется ее взять. Попадали в такую ситуацию, что-то очень хочется, и сразу возникает такая поговорка, народная поговорка, что нельзя, но если очень хочется, то можно. от нехорошей жизни такая поговорка, и в этот момент, когда это очень хочется, ты забываешь, что люди смотрят, что ты преданный, а не мартышка, и просто все это покрывается, знание, хрита, гена, то есть знание отнимается, то есть способность воспринимать окружающее теряется, и человек просто бросается на этот амрут и ест его. И вот люди, которые одержимы материальными желаниями, у них покрывается знание, и они перестают понимать, что там есть Бог, и все остальное, они начинают поклоняться Богу-богам. Те, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующие природе этих людей. И 23 текст говорит, что ждет этих людей. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящие. Те, кто поклоняются полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, достигают моей высочайшей обители. Итак, здесь Шила Праупада, цитируя Бхагавадгиту, то есть Шастру, утверждает, это все в тему разные пути ведут в разных направлениях, утверждает, что поклонение полубогам это для неразумных людей, у которого выжделение отняло разум, и они не понимают, как здесь все работает. И вот эти люди, что они обретают благодаря такому поклонению? Они обретают приходящие плоды этого мира. Теперь давайте чуть побольше об этом поговорим. Почему люди поклоняются полубогам? Ну, наши люди-то не поклоняются полубогам, они просто идут на работу, поклоняются дяди Гене. Дядя Гена, здрасте, нам нужны деньги, хорошо, надо копать, не проблема, будем копать. И он копает, получает плоды и говорит, дядя Гена, спасибо тебе. Вот, почему люди это делают? Ведь можно поклоняться Кришне. Какие проблемы? сразу говорят получают. Ложное эго. О себе думают. Еще? Зависть Кришни есть? Так проще. Очень сильный, ну, и что очень сильные желания, и что? Хочется быстро. Вот, правильно. То есть смотрите, первая вещь, ну, давайте вы еще скажите. Кришна может и не дать, говорят опытные люди. Смотрите, смотрите, какой момент. Смотрите, какой момент. Да, чем быстрее мы хотим, мы с двух сторон сейчас изучим эту тему, чем быстрее мы хотим получить результат, ну, материальный, сейчас идет речь о материальных каких-то результатах, чем быстрее, тем меньше мы соображаем. Знаете, когда очень хочется, уже вот любые вот, ну, то есть опять фрукт вспоминаем, да, ну, срывает у человека крышу, он просто прыгает туда и начинает есть, как мартышка, вот там, у которых денег не было. если не такие сильные желания, то он как-то может и потерпеть, да, но хочется, вот что сделать, денег нет, а хочется этот фрукт, что делать? Спросить хотя бы разрешение, да, может спросить разрешение, уловили, да, когда очень хочется разрешения, не успеваешь спросить просто, так хочется, что не успеваешь. Люди, когда очень сильное вожделение, да, кама, тот человек совершает греховные поступки, он просто не, ну, никому не служит, он просто делает это. Соответственно, если у него не такой сильный, он понимает, ну, нужно как-то заслужить, нужно что-то сделать, чтобы получить, заплатить, что-то нужно. Соответственно, чем быстрее я хочу получить, да, тем вот эта вот идея, что Кришне поклоняйся, и он тебе даст, вот с Кришной какая проблема, как нам уже сказали? Что он может и не дать? У полубогов у них служение такое, у Кришны, с Кришной вот такой договор, это он поручил им такое служение в Бхагавадгите, 4 глава, как раз, 3, я создал, да, 3 глава, где он говорит, я создал ягью, полубогов, и сказал, будьте счастливы этой жертвой, то есть, он попросил полубогов выполнять это служение в этой вселенной, если люди будут к вам обращаться, то вы должны сразу исполнять их желание, если они делают все правильно, вы должны это делать, то есть, у них такая работа, там быстрее, а с Кришной, то есть, у тех же, как бы, такой приказ, а Кришна посмотрит, то есть, они делают, они не смотрят, поможет это человеку или не поможет, они просто на работе, это их служение, если он сделал, они дают, а Кришна о чем думает, Кришна ему, он переживает не за то, чтобы человеку дать или не дать, а чтобы человек прогрессировал в духовной жизни, и вот когда он даст, непонятно, поэтому нормальные люди, которые хотят исполнять свои материальные желания, как сказать, запланированно, по плану, чтобы точно уж было, они не обращаются к Кришне, они не обращаются, они обращаются к каким-то людям вокруг себя, ну, если богочестивы к полу-богам, не богочестивы, ну, просто людям вокруг себя, уговили, да, то есть, это первая вещь, скорость исполнения желания разная, с Кришной непредсказуемая, вторая вещь, с которой можно посмотреть, что если я хочу получить что-то от полу-богов или от людей, от этого продавца с бананами, то мне не нужно полностью предаваться, чуть-чуть надо предаваться, чуть-чуть, 10 рублей, раз, и тебе стаканчик этих жареных арахиса, так ведь? То есть, если он скажет тысячу рублей, вы говорите, тысячу рублей, сам ешь. То есть, если мы хотим, мы дружим с кем-то в материальном мире, вот, если мы хотим, чтобы дружба поддерживалась наша, мы должны что-то сделать, но не то, что мы всю свою душу отдаем этому человеку. Мы хотим каких-то близких отношений, и это не так дорого стоит, ну, дороже, чем эти орехи, вот, но не так уж дорого стоит, чем если мы хотим общаться с Кришной. То есть, поклонение полу-богам не требует полной преданности. А с Кришной что нужно? Потому что он любит такие отношения. И поэтому, смотрите, когда люди поклоняются полу-богам, ну, так, обращаются к полу-богам или к людям вокруг, вы, когда приходите к продавцу в магазине, не во варендаване, а у себя дома, вы говорите продавцу, я твой вечный слуга. Кто вот делает такие вещи? Ну, вы же сейчас служите ему, ну, то есть, вы, ну, вы взяли товар, теперь, чтобы его унести, да, надо, ну, послужить. Как вы служите продавцу? Деньгами даете. Но вы признаете в этот момент, что вы вечный слуга? А какой вы слуга? Временный. На самом деле, я Бог, но просто так уж получилось, что сейчас надо чуть-чуть послужить, но это временно. То есть, не требует поклонения полу-богам, не требует признания себя как вечного слуги. Даже люди, которые, знаете, вот подметают что-то, да, мы говорим, ну, это, как это, обслуживающий персонал. Он служит. Он реально служит. Но даже этот человек не считает себя слугой. За зарплату он это делает. Вы перестаньте платить зарплату, он не будет это делать. И он готов служить, чтобы потом взять эту зарплату и уже проявить свою истинную природу Бога. Теперь можно быть Богом. Ну, тут поработал немножко, быть Богом. вы приходите, я примеры привожу, чтобы до вас дошло, вы приходите менять паспорт. Ну, вам, не знаю, 45 исполнилось, вы приходите, вот, паспортистка с той стороны такая суровая. А что вы? Так поздно пришли. Ну, или что-то еще доброе скажет такое. И как вы себя ведете? Смиренно. Потому что и думаете, но в следующий раз, когда ты придешь ко мне, вот, к моему окушку, то тут я, конечно, объясню, кто главный. И смотрите, какая интересная вещь. Когда люди вот таким, в кавычках, образом поклоняются полубогам, людям, на самом деле, что они хотят от этого поклонения? Получить что-то для того, чтобы занять такое же положение, или даже больше, чем тот Бог, которому они поклоняются. То есть они хотят его, ну, дайте мне вот это, чтобы я как приблизился к вам, а потом я через вас перешагнул. Яркий пример такого поведения, это известная история из Шримадбхагова там про Врикасуру. Жил такой демон, Врикасура, у него было такое непростое детство, и у него была мечта детства, обрести такую способность, чтобы вот если дотронулся до чьей-то головы, голова в дребезги разрывается. Он осмотрелся каких-то, видать, западных фильмов, и вот он так вот, ну, не просто там как-то вот там это кунг-фу или что-то еще, прям сразу оптом решать проблему, раз, и как бы нет. И вот до кого бы не дотронулся, там, до полубога, для таракана, для человека, любого, любое существо в этом мире дотрагиваешься, и башки нет. И вот где бы взять такую способность, где бы взять? Он обратился к истинному духовному учителю, к Нараде Муни. Он спросил, вот такая мечта у меня детства есть, вот к кому мне обратиться, чтобы мне вот эту мистическую способность обрести. Нараде Муни посмотрел на него и понял, что сказать обратись к Кришне это неправильно. Кришна такого не даст, а если даст, то непонятно когда, а человеку очень надо. И он сказал, обратись к Господу Шиве. И он стал поклоняться Господу Шиве, и при том стал поклоняться неправильно. То есть вместо того, чтобы предлагать этот листик специальный в воду Ганги, вот вместо этого он решил доморощенные методы использовать. Он подумал, чем жестче аскеза, тем быстрее я заставлю этого Бога прийти. И он стал отрезать куски плоти. Представляете? Вот вы сидите, костерчик, там браманы заливают ги, но чтобы им предлагать ги, он говорит, нет, надо что-то посерьезнее. И знаете, ножом отрезал с ноги кусок мяса и туда в костер шипит, воняет, для Господа это все. Господь Шива, вот я предаюсь тебе. И в конце концов он решает, ну что-то как-то не идет, ему надо побыстрее, чтобы было уже все раздирает это вожделение, его надо быстрее, быстрее. И он решает, что надо принести в жертву в огонь, бросить свою голову. Хорошая мысль, кстати. Он помылся как положено и думает, как я же потом не смогу голову бросить уже в костер, поэтому как-то так поближе костер встал. вот это действительно разум отнимает вожделение. И он уже попытался это сделать, и Господь Шива, не то, что он был доволен этой вонью горелого мяса, он вообще не ест вот это не вегетарианское все, он вот это нет. И жена его тоже не ест, хотя ей предлагают зачем-то, но она не ест это все. Ее эти слуги, духи и привидения это все едят. И он увидел, что человек вот такой, ему просто как вайшнаву стало жалко, дурака стало жалко. И просто, ну вот что на его глазах это происходит, и он просто появился, говорит, стой! А этот дурак в река Сура подумал, надо же, сработало, ведическая культура все правду говорит, хотя он поперек всей ведической культуре шел. Просто из сострадания Шивы появился, говорит, ну что тебе надо, брат? Он говорит, хочу, чтобы вот до кого бы не дотронулся башка в дребезги. Господь Шивы, господи, травмы детства у человека. Говорит, ну ладно, ладно, бери, и в река Сура, знаете, первый, на ком он решил это попробовать, на господи Шиве. Потому что вот эти все, вот знаете, вот хочу машинку, хочу денег, хочу дворец, это все детский сад, надо брать оптом. Он подумал, что у Шива, у него жена материальная энергия, весь, вся эта вот, я просто убью его, и вся материальная энергия будет моей. И вот как бы и машинки, и вот это все, оно будет там, уже туда включено. Разумно? Вот. Мозгов, когда нет, человек так думает. И он побежал за господом Шива, и тот побежал от него, там разные объясняют причины. Вот. А одна из причин, что на нем бы оно не сработало в любом случае. Но он бежит, потому как, ну, надо бежать, цель поставлена. И Врикасура кричит, стой, стой, я хочу дотронуться. То есть, и Господь, Господь Шива преданный, и в конце концов появляется Господь Вишну, чтобы помочь своему предному, оказавшемуся по служению, оказавшемуся в таком неудобном положении. Он появляется в форме мальчика Брамана и спрашивает Врикасуры, называя его по имени-отчеству, вспоминая его отца, говорит Врикасура Иванович, вот, нельзя так эксплуатировать свое тело. Это же самое ценное, что у нас есть. И он так остановился, ну, дело, говорит, пацан, вот, действительно, а что ты так вот беспокоишься о моем теле? Говорит, ну, вот, а почему ты так бежишь? Столько энергии, это же, ну, ты знаешь, дыхание уже подсчитано, количество наших дыханий подсчитано. Вот, почему ты так тратишь свою энергию на это? Говорит, да я хочу до Господа Шива дотронуться. А зачем? Ну, вот, хочется захватить Дургадеви и сделать ее своей женой. Интересно. А ты не знаешь, что Господь Шива раздает поддельные благословения? Он почему-то от тебя и убегает, потому как ты, когда поймешь, что это не работает, все, весь народ во Вселенной будет над тобой смеяться. Ты потренируйся на ком-нибудь, ну, чтобы проверить, чтобы убедиться, что это не работает и уже всем заявить, что Господь Шива обманывает своих преданных. Что, серьезно не работает? Ну, да. Ну, и вот сам дотронуться до своей головы, проверь и убедись в этом. И он убедился. Вот. и оказалось, сработало, да. Ну, в чем идея этой истории? Смотрите, я сейчас это все рассказываю, чтобы вы поняли, почему люди поклоняются другим людям, почему мы служим друг другу в этом мире. Мы хотим, первое, исполнение своих желаний, это быстрее, чем до этого Бога там. Оно быстрее просто приходит. Так? И второе, не надо предаваться, не надо считать себя вечным слугой. И зачем это люди делают? Исполняют свои желания и возвысить над другими, в конце концов. То есть, взять эти все блага, которые я могу получить от этих людей, и в конце концов самому стать Богом. То есть, эго не меняется. Эго не меняется. Но с Кришной другая история, преданные. С Кришной другая история. Полубоги сильно не переживают, изменится у человека эго или нет. Если у человека эго осталось, это означает, что даже со всеми этими какими-то благами материальными, он все равно остается в этом мире. А это означает рождение, смерть, старость и болезнь. Все равно это все будет. То есть, но полубоги не переживают, останется у тебя эго или не останется. У них служение. Попросил, они дали. Ну, если это хороший Бог, если это в Тамасе, люди, вы попросили, они вас обманули. Это еще хуже. Но это другая тема. Теперь, о чем переживает Кришна? Он хочет, чтобы мы действительно были счастливыми. А для этого нам нужно из этого мира вырваться. поэтому полубоги сильно за счастье наше не переживают. А Кришна переживает за наше счастье. Поэтому, когда мы обращаемся к Кришне, Кришна исполняет материальные желания? Вот я проверял, исполняет, но не сразу. И когда, но нельзя точно сказать. Но точно, вот за свои сколько там, 26 лет в Харе Кришне, я могу сказать, что вот все мои дурацкие материальные желания, все они исполнились. Но я не мог сказать, знаете, это завтра. Кто-то подойдет ко мне и скажет, а вот можно, что вот завтра я вот этого? Я не могу гарантировать. Могу точно сказать, что Кришна поможет, но когда, непонятно. И это очень трудно для эго. Но Кришне то и надо, чтобы мы от эго избавлялись. помню в 2000-м году, когда разрушали храм на беговой, приехал в Донстрой, сказали, мы вас трогать не будем, мы не переживайте, мы вокруг. И вот представляете, вот наш домик, трехэтажный или двухэтажный домик, и вот было здесь все нормально, они не могут нас выгнать оттуда, но все-таки мы там живем, и они нас не трогают, но вот все вокруг, они вот сделали такой огромный котлован, то есть мы как на острове оказались. И потом они нам пообещали, что там какая-то земля, мы туда переехали, они нас обманули, но одним словом там все закончилось по милости Кришны, но в тот момент, то есть мы там живем, я там соответственно служу божеством, а эти люди, ну рабочие, роют этот котлован, там же стоэтажное здание, по-моему, сейчас стоит, огромный такой катакомбы какие-то там, или как это назвать, траншеи вот эти, ну то есть может быть сколько туда, метров тридцать туда вниз, там целый такой город какой-то подземный, я выхожу значит утром служить божеством, проводить арати, мангарати, лето как бы вот я обычно омывался там в Пуджарской там была специальная, потому что там большая очередь, я вот вышел, я вот выхожу и смотрю вот эти как леса, да, мужики с фонарями ползают, ад какой-то там внизу, я понимаю, что они под нас копают, я думаю, подождите, если Кришна Бог, то почему они под нас копают? Может быть Бога никакого нет? Может быть Бог не всемогущий? Потому что если бы у нас был бы друг, мэр Москвы, разве бы копали вот это все? А Бог это же выше, чем мэр Москвы. Почему они копают? И вот в таком настроении я иду служить божеством. благо, благо, перед этим нужно принять омовение. Итак, я принял омовение, как-то протрезвел и вспомнил из Шимадбхагава, из источника вечного восхождения, эту как раз историю, в которой объясняется, почему поклонение Господу Вишну, почему преданные Господа Вишну бедные, хотя он весь утопает роскоши, а преданные Господа Шивы, они богатые, хотя сам Шивы сидит в пепле под деревом. И вот в этой истории как раз все объясняется. Потому что Господь Вишну, Господь Кришна переживает только об одном, чтобы мы были, вот книгу надо поставить не на пол, он переживает только о том, чтобы мы действительно были счастливыми, а для этого нам нужно от ложного эго избавиться. Вот когда мы избавляемся от ложного эго, вот нам открывается бесконечный духовный мир. Вот за это он переживает. А Господь Шива, ну как по работе если, да, то его просят о чем-то, он просто исполняет. Он просто исполняет и дает то, что человек, когда ему как полубогу обращаются. Разные концепции. Поэтому те, кого привлекает просто здесь оставаться, не меняться, не предаваться, не считать себя слугой, они естественно поклоняются людям, местным, полубогам, вот, и получают приходящие плоды, но остаются сложным эго в материальном мире. Это значит все страдания связанные с этим остаются с ними. А предный Кришны он избавляется от ложного эго, и Кришна, я почему в тот раз прозрел-то, я понял, раз Кришна это с нами делает, значит это приближает нас к тому, чтобы избавляться от ложного эго, и это очень хорошо. Вот, поэтому не все хотят поклоняться Кришне, и пятая часть этого комментария Шилопарупада говорит, шастра утверждает, разумные люди поклоняются высшей причине самбават, личности Бога. Вот, и здесь Шилопарупада приводит цитаты из разных священных писаний, которые доказывают, что Кришна является источником всего. И тут цитаты из Бхагавадгиты, для нас самое доступное и понятное описание. «Ахам сарваси прабавом атах сарвам прабар тэте и тимат ва баджан тимам будха бава саман витах». Это Бхагавадгита, 10 глава, 8 текст. Шилопарупада переводит. «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, которые по-настоящему понял, это встает на путь преданного служения и поклоняется мне всем сердцем». И соответственно дальше Шилопарупада цитирует другие шастры Адхарваведу Гапаватапани Упанишат, где говорится «Господь Кришна существовал до сотворения Брахмы и Он открыл Брахме ведическое знание. В Нарайне Упанишат говорится «Затем Верховная Личность Нарайна пожелал создать все живые существа. Так от Нарайны родился Брахма, Нарайна создал Раджапати, Нарайна сотворил Индру, Нарайна создал восемь Васу, Нарайна создал одиннадцать Трудр, Нарайна создал двенадцать Адитиев, Нарайна это полная экспансия Господа Кришны, поэтому Нарайна и Кришна неотличны друг от друга». Ну, то есть много цитат, поэтому если у вас особенно в Индии спросят почему вы решили, что Кришна Верховный, то открывайте комментарий Шилопарупады и цитируйте убойные доказательства из Упанишад и других священных писаний. И по-настоящему образованные люди узнают об этом от великих мудрецов и из вед, поэтому решают поклоняться Господу Кришне и источнику всего сущего. Таких людей называют будхами, просвещенными людьми, ибо они поклоняются только Господу Кришне. То есть услышав все эти цитаты, которые дает нам духовный учитель, который он получил через шастры по Парампаре. Человек понимает, нужно служить Кришне. Он причина всех причин. Шестой раздел этого комментария. Понять шастру можно только слушая духовного учителя. Шилопарупада говорит, убежденность в том, что Кришна есть все, приходит к тому, кто с верой и любовью слушает, как об этом рассказывает Ачарья, которого ничто не может вывести из равновесия. Примеры Арджуна. Перед тем, как услышать Бхагавадгиту, Арджуна, вовлеченный в круговорот материальной энергии и ослепленный привязанностью к семье, обществу и роду, лишился невозмутимости и потому захотел стать человеколюбимым моралистом, никому не причиняющим вреда. Но получив от Верховной Личности ведическое знание, содержащееся в Бхагавадгите и став Будхой, он изменил свое решение и начал поклоняться Господу Шри Кришне, по плану которого произошла битва на Курукшетре. Сражаясь со своими так называемыми родственниками, Арджуна поклонялся Господу и так стал чистым преданным Господа. Это возможно только в том случае, если человек поклоняется истинному Кришне, а не мнимому Кришне. Вы какому Кришне поклоняетесь? Истинному или мнимому? Мнимый это выдуманный глупыми людьми, которые не знают всех тонкостей науки о Кришне, изложенные в Бхагавадгите и Шримадбхагаватам. Вот, кстати, интересный критерий Шагапрабхупада здесь приводит. Если человек поклоняется мнимому Кришне, он никогда не становится чистым преданным. А если он поклоняется истинному Кришне, он становится чистым преданным. То есть, есть, так как это понять? Очень просто. Вот есть у нас как звезды, как их называют, звезды, кинозвезды, да, кинозвезды, да, селебрити, да, знаменитости. У них есть поклонники? Они поклонники, поклонники? Они готовы там, я не знаю, целовать песок, по которому ты ходила. Они готовы съесть, как этот Битлз, да, он пришел, как я забыл, кто из них, он пришел купить бургер, он откусил один раз, у него выхватили и на его глазах разорвали этот бургер на части и съели при нем. Вот, преданность, нет? Или нет? Преданность? Да, везде на майках нарисованы эти знаменитости, только об этом и говорят, вот, но чистые преданные? Нет? А что, они хотят от них? Разные вещи они от них хотят, они хотят от них, чтобы, знаете, сфотографироваться с ним рядом, вот, и какого доказательства, что они чистые и преданные? Да, не бескорыстые и непрерывно. Как только они перестают там быть или чуть-чуть что-то не так, то вся их неистовая преданность превращается в ненависть просто. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. И я думаю, у вас есть такой в жизни опыт, да, вроде сильная привязанность, потом такая же сильная ненависть. Вот такой интересный момент. Поэтому, если человек какой-то там уже гуру придумывает там какого-то Кришну, он говорит, этот Кришна может излечить от всех болезней очень быстро, за два сеанса приходите, всего 100 рублей, то и человек как бы привлекается этим, потом его ждет разочарование. То есть он нет, никакой бескорыстной преданности не идет речь. А почему поклоняясь Кришне человек становится бескорыстным преданным? Кришна сам действует бескорыстно и он просто этим бескорыстием очаровывает своих преданных. И все преданные, кто действительно его знают, говорит 10 глава Бхагавадгиты, тот 9 стих как раз, кто-то воистину знает меня, не может мне не служить. То есть не бывает так, человек узнал Кришну и говорит, да, и нормально, буду жить дальше. Нет, если он действительно узнал, кто такой Кришна, почувствовал это, увидел это, по милости вайшнавов великих, то он такой человек становится на путь преданности Господу. Или 8-й все-таки стих. Нет, это 8-й стих, который я процитировал. Как раз именно в этом стихе говорит, тот, кто знает меня таким, 8-й стих, 10-8, тот, кто знает меня таким, он становится на путь преданности. то есть понять шастру, какой у нас был раздел, 6-й, 6-й. Понять шастру можно только послушав гуру, то есть вот способ, как можно узнать Бхагавадгиту по-настоящему, и если мы услышали гуру, то мы становимся на путь чистой преданности. Если же человек лже-гуру, и он какого-то придуманного Бога, какую-то придуманную концепцию Бога дает нам неподтвержденно ни его опытом, ни священными писаниями, то человек никогда не будет чистым, преданным. Он будет всегда какая-то корысть. И посмотрите, хорошо посмотреть на последователей Богов, на последователей Богов Кришна, Бог и Гопи, некой корысти нет, и посмотрите на современных Богов и какие у них последователи, насколько они похожи на Гопи по настроению. Седьмой раздел. Не поняв шастру, человек вместо того, чтобы лить воду на корень дерева, поливает его листья, то есть вместо служения Богу пытается удовлетворять материальные потребности людей. Шага Прабхупада разбирает в этой части комментария аналогию, которая приводится в четвертый песни Шимадбхагаватам 4.31.14 Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева. Отправляя в желудок пищу, даем силы органам чувств и другим частям тела. Точно так же просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частицами Господа. И Шага Прабхупада разбирает эту аналогию и говорит, что вот есть дерево, корень в этом дереве. И если поливать корень этого дерева, то все остальные части этого дерева будут довольными. Если поливать листья этого дерева и поливать листья, сейчас узнаем, что одно означает, что другое, если поливать листья, то вроде бы, знаете, поливайте дерево, они такие все мытые, листочки машут руками, говорит, да, классно нам, но по факту у них не будет энергии, потому что корень не посылает им энергии. И эту аналогию Шага Прабхупада во многих местах своих книг используют под разными углами, разбирают эту аналогию. И в этой аналогии, вот в этом конкретном комментарии поливать листочки что означает? Листочки это люди, соответственно те, которые лже-гуру, которые не понимают вот это, не получили знания по парампоре и когда у них спрашивают ну как людям помочь, как любить людей, они отвечают ну надо им служить, какому богу, зачем, какой бог, бог это люди, надо людям, надо чтоб людям было хорошо, и как людям было хорошо, надо просто их нужду удовлетворять. приходит дядя Гена говорит у меня трубы горят знаете такая вот надпись я возле метро видел сидит это дядя Гена и у него надпись мужики трубы горят и мужики состраданием ему отстегивают эти червонцы то есть все как бы сочувствие испытывают знаете не то что там ради Христа там просто трубы горят и все понимают что надо помочь человеку да может потом мне тоже кто-то даст вот и соответственно приходит это дядя Гена говорит мне вопрос труп стоит помогите мне там какая-то баба Валя приходит и говорит а мне знаете мне квартиру надо кот приходит а мне сметаны побольше и вот они все приходят и надо помогать людям в принципе хорошая вещь хорошая вещь конечно же социальная защита помощь это ну зачем государство то и существует зачем люди в государстве живут зачем они объединяются в деревни в страны в союзы да разные для того чтобы помогать людям удовлетворять их потребности но интересный момент с этими потребностями когда их просто удовлетворяешь что возникает как чувствует себя кот когда он наелся сметаны очень хорошо а еще есть что дядя гена делает когда вопрос труппу уже решен а есть еще вот ну как бы у меня еще вот есть потребность такая то есть неудовлетворенность равно возникает надо есть нужно трубы нужно сметана все понятно но если просто поливать как бы пытаться удовлетворить вот эти материальные потребности эти материальные потребности только увеличиваются то есть сами по себе они только увеличиваются сейчас вот уже интернета нет уже жить нельзя ну как без интернета потом дали интернет надо 5G интернет ну как вот 4G это ну тут я не могу этим пользоваться какой-то прошлый век 5G нужен да чтобы можно было управлять автомобилем вот из другой части света поэтому Шилу Парупада говорит люди не обладающими нетхира то есть люди не обладающими знанием абсолютной истины для них понимание что значит служить всем помогать всем означает поливать листья но они никогда не смогут по-настоящему этим людям помочь потому что проблема это не в трубах вот а проблема в душе и пока душа не удовлетворится вот сколько ты ее не корми все равно она будет не удовлетворена и кормить надо понятно что надо кормить но также нужно подумать об их душе и поливать корень Шилу Парупада объясняет поливать корень означает служить Кришне теперь вот часто возникает такой вопрос у преданных когда они слышат эту аналогию то есть если я сяду сейчас здесь в алтарной возьму четки и буду внимательно повторять Харе Кришна мантру то тогда все будут счастливы потому что я же поливаю корень Харе Кришна это сам Господь я совершаю ягию юган-харму вот соответственно я повторяю Харе Кришна мантру то тогда мои родственники мои какие-то соседи мой там еще кто-то вот они все должны быть довольны так ведь логично естественно да пробуем как что-то не работает говорит какой ответ на это есть у Кришна неправильно вы повторяете мантру не чисто с оскорблениями но вот если чисто повторять то все будут довольны оно и так но и не так потому что что значит поливать корень поливать корень это делает так как корень от нас просит так ведь вот это есть поливать корень и мы спрашиваем корень то есть Кришна вот что ты хочешь что ты хочешь чтоб я делал и что он хочет чтоб мы делали он хочет чтобы мы повторяли мантру а еще что он хочет чтоб мы делали выполняли свои обязанности на работе в семье как выполняли по-божески Про любовь еще рано. По-божески, правильно, так, как Кришна советует делать. Да, не меньше там. Понимаете, да? То есть получается, когда я по отношению к другим людям веду себя так, как просит меня Кришна, то в этот момент я как раз корень не поливаю. Я не поливаю листья. И вот Шива Прабхупада говорит, что надо подумать о душе этих людей. На самом деле это Кришна. Он говорит нам, что нужно этим людям также давать возможность узнать о духовном этом послании. Поэтому, когда мы хотим поливать корень, это не означает, что я сижу в пещере и просто повторяю Харе Кришна мантру. Кому-то и нормально так. Если Гуру сказал, если Кришна сказал, это твое служение человечеству, нормально. Но нам, говорит Шива Прабхупада, значит, что мы должны также и проповедовать сознание Кришны, в том числе своим примером. Это значит поливать корень. И тогда все остальные будут также чувствовать себя хорошо, если мы правильно себя ведем, так, как просит Кришна. И последняя часть, а, еще восьмой, девятая, восьмая часть. Как поклоняться самбамат? Как поливать корень вселенского дерева? И здесь основной способ, как это делать? Слушать повествование о великих деяниях Верховного Господа и прославление их. Самый простой способ поклонения Ему в этот век. То есть главный способ поливать корень – это слушать. Вот Кришна доволен, когда мы сами прогрессируем, и когда мы даем другим возможность слушать тоже. И также важно слушать и вести себя так, как мы услышали по отношению к другим. Это также следует отсюда. Какой результат такого поливания корня или служения самбават, источнику всего? Наставления Господа, получаемые изнутри, очищают сердце преданного от скверны, порожденной материальными гудами страсти невежества. Непреданные полностью находятся под влиянием страсти невежества. Страсть мешает человеку избавиться от материальных желаний, а невежество не позволяет ему по-настоящему понять себя и Господа. Таким образом, у человека, находящегося под влиянием страсти невежества, нет шансов осознать свою духовную природу, сколько бы они не разыгрывали из себя поборника религии. На преданного же, по милости Господа, гуны страсти и невежества перестают влиять, и он оказывается под влиянием гунной благости. И так здесь, ну и дальше Шила Праупада цитирует стих из Бхагават, который говорит, что даже любой, даже низкорожденный человек, если он будет слушать, то есть поливать корень слушать Шимадбхагаватам, то он сможет очиститься, то есть его сердце очистится, и в конце концов он сможет получить любовь к Богу. Вот об этом здесь речь. Давайте подведем итог. Итак, этот текст, эта мантра говорит нам о том, что тхиры заявляют, что разные пути ведут в разных направлениях. Не все пути ведут в одном направлении. Тхиры это не поддерживают. Соответственно, это был первый раздел. Потом получается, что... Не по разделам, просто суть скажем. Потом Шастры Бхагаватгитты говорит, что те, кто поклоняются полубогам, соответственно, попадают на эти планеты. И кто поклоняется полубогам? Им поклоняются те, кто хотят материальных благ побыстрее. И полубоги дают им эти материальные блага, это их служение, это их работа. Но они не избавляют человека от ложного эго, и он не выходит за предел этого мира, он остается здесь. Тогда как те, кто поклоняются Кришне, по-настоящему такие люди, они избавляются от ложного эго и в конце концов очищают сердце, избавляются от ложного эго и возвращаются в духовный мир. Но вот это суть того, о чем мы говорили. И человек никогда не сможет стать тхирой, если он не получил это знание по парампоре, если он вырастил свое понимание духовности дома, доморощено, то это не даст таких результатов. Он не даст ничего ни себе, ни своим последователям. Посмотрите сейчас на картинку. Мы картинку уже не прошли, да? Да, посмотрите на картинку. Вот. И здесь у нас тринадцатая мантра. Вот эта иллюстрация. Вот эта иллюстрация. И на этой иллюстрации вы видите, что тхира как раз проявляет эту лестницу. Эта лестница идет вверх и вниз. И те, кто поклоняется полубогам, вот там такой ведический поклонник полубогов, он будет идти вниз. То есть он поклоняется ассамбути, полубогам. И те, кто поклоняется самбути, то есть верховной личности Бога, он достигает Галуки Вриндауна. А тот, соответственно, будет бежать в этом бесконечном колесе самсары. Вот это то, о чем мы говорили сегодня. Я хотел, не успел чуть-чуть, вот хотел вам почитать, как выглядит духовный мир, вот, чтобы вдохновить. Вот. Но, я думаю, в другой раз прочитаем. Продолжение следует...